Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Анастасия Бояринцева, приглашаю посмотреть очередной выпуск «Спортобзора». Начался чемпионат Беларуси по футболу и после неуверенного старта Гродненского Немана мы встретились с главным тренером «Желто-Зеленых» Сергеем Витальевичем Солодовниковым. Здравствуйте, Сергей Витальевич! Как же сезон? Как новый сезон? Какие впечатления? Что можете сказать? Новый сезон – это то, ради чего мы готовимся, ради чего тренируемся, поэтому для нас это всегда праздник, и мы к нему серьезно готовились, тем более мы должны помнить, что в этом году 50 лет с дня образования футбольного клуба «Неман», поэтому я думаю, что сезон должен быть ярким, матчи должны быть атакующие, поэтому мы очень серьезно к нему готовились. Как праздновать собираетесь? Отмечать? Какая программа? Отмечаем мы только, мы должны отмечать только победами. Нет, в смысле-то вам, может быть, какие-то будут игры товарищеские, там, может быть, «Неман» сегодняшний, «Неман» 80-го или что-то так, ну, что это будет? Программа руководства клуба, конечно, уже делает, и поэтому мы не хотели бы пока все раскрывать, это будет секрет. Ну, надеюсь, секрет и сюрприз удастся, и болельщикам тоже будет какая-то интересная программа. Но все равно самое главное – это яркая игра команды, и поэтому, если в этом сезоне будет игра яркая, если будет игра атакующая, если будет больше побед, то я думаю, что и у всех настроение будет лучше. Праздник удастся? Да, согласен. Поздравляю вас с началом нового футбольного сезона. Как впечатление от начала? Ну, впечатление нормальное, впечатление рабочее. Дело в том, что мы работаем для футбола и работаем для сезона, поэтому сезон для нас – это основное. Для чего мы тренируемся, для чего ездим на сборы, для чего собираем футболистов, поэтому открытие сезона – это всегда праздник. Неман изменился. Что нового в Немане, какой он и что изменилось? Ну, я хочу сказать, что он, если изменился, то незначительно, потому что основная группа футболистов сохранена, поэтому мы точечно искали людей, футболистов, поэтому мы, по-моему, взяли двух только легионеров – это Карсенс и Тарасовс. А все остальное у нас осталось прежнее. Вернулся Ваня, не вернулся, а оправился после травмы Денисевич, поэтому со всеми заключены контракты. Есть некоторые потери, и мы, знаете, потери приобрели уже квалифицированных футболистов. Вот вы заговорили про легионеров. Да, у нас их несколько. Познакомьте нас. Кто они, что они и почему именно они? Нет, ну, у нас, во-первых, у нас есть уже, как бы, старые легионеры свои. Это Рапалис Вратарь. Вот, его все, наверное, болельщики уже знают. Потом у нас есть Веселинов, опорный полузащитник Серб. Вот. И два игрока. Это Тарасовс. Это опорный полузащитник, который из Лейпая. И Карсенс. Вот. Ну, это два игрока, за которыми мы следили в процессе сезона. Это игроки, которые нас устраивают по стилю игры. Вот. А уже, насколько они впишутся, насколько это уже они будут играть квалифицированно, это уже будет зависеть уже только уже от них. Ну, вот, изменения произошли. Довольны ли вы сейчас составом, и последуют ли какие-либо изменения в будущем? Определяет игру вообще футболисты только официальные игры, только официальный чемпионат. Насколько хорошо бы они себя не проявляли в презезонной подготовке, насколько они как бы не вписывались по манере игры. В любом случае, официальные матчи будут определять, насколько мы... И насколько они смогли бы вписаться в нашу игру. Но я еще раз хочу подчеркнуть то, что мы точно приобретали. И основная группа футболистов у нас сохранена. У нас три года подряд у нас костяк команды сохранен. Поэтому будут определять игру в любом случае те, кто играл. И поэтому в этом отношении я хотел бы, чтобы они просто нам не портили нашу игру. Ну, вы заговорили про предсезонные сборы. Как прошли? Довольны ли все? Или успели попробовать наиграть? Или все ли пополучилось? Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить руководство клуба и попечистский совет. То, что для нас были созданы максимальные условия. То есть многие не могли и двух сборов провести. Мы провели три учебно-тренировщика сбора. Первый сбор был в Лиде и два сбора турецких. То есть все, что запланировано, мы выполнили. Насколько это уже продуктивно. То есть они уже идут по классической схеме. Поэтому все остальное уже опять-таки покажет чемпионат. Ну, вы во время сборов сыграли много. Ну, скажем так, достаточно матчей и довольно сильными соперниками. Какой матч больше всего запомнился, понравился? Какой можете отметить? Наверное, по чисто таким тренерским взглядам, то мне больше всего понравился Мальси Зимбру. Это очень организованная, мощная команда. Команда, с которой мы играли и которая до чемпионата оставалась неделя. То есть они максимально были подготовлены. Поэтому мне этот матч очень понравился. Вот мы в том матче выиграли 2-1. Но счет ничего не говорит. И вообще тут мне больше всего нравится, когда команда соперника ставит перед тобой сложные задачи. И тогда тебе есть возможность анализировать и что-то поменять. Поэтому мы в большей степени выбирали... Соперников мы не выбирали. Мы выбирали время спаррингов. И в этом отношении я очень рад, что и соперники были относительно сильные. Поэтому все моменты, которые были видны, мы над ними и работали. Все проблемы, которые были видны. Ну, предсезонный сбор закончился. Скажем, товарищеские матчи сыграны. И пришло время к настоящим официальным матчам. И начался у вас сезон с кубкового матча с Бате. Давайте прокомментируем его. Что можете сказать об этой игре? Ну, эмоциональный матч. Чисто кубковый матч. И уже прошло время. Немножко мы остыли от этого матча. Хочу сказать, что и мне очень многим понравился второй тайм. Дополнительное время. Мне в большей степени понравился первый тайм. Где соперники очень организованно играли. Мы практически ничего не дали сделать борисовской команде. И поэтому, конечно, серьезно готовились к этому матчу. И, как следствие, обыграв Бате, я думаю, что хотелось бы, чтобы этот матч дал уверенность в своих силах команде. Потому что это все-таки кубковый матч. И кубковый матч он отличается от матча чемпионата. И не всегда выигрывает мастерство. Очень многое решает характер. Очень многое решает нацеленность на борьбу. И в этом компоненте мы, наверное, призвошли соперника. Заговорили о кубках. Ближайший кубковый матч 15 апреля. Вне дома, на выезде. Как готовитесь? Как настраиваетесь? Ну, если уже говорить чисто спортивный аспект, то готовились мы стандартно. То есть у нас подготовка к матчу стандартная будет. Но я еще раз хочу повторить. В этом отношении очень большую роль играет психология. И поэтому к кубковому матчу в большей степени надо подготавливать голову. А ноги сами побегут. Ну, а то, что Минск. Как соперник? Довольный? Нет? Хотелось бы другого? Или, слава богу, что Минск? Ну, дело в том, что соперников не выбирают. В полуфинале кубка уже играют самые боевые команды. Команды, которые этого заслуживают. Поэтому мы не выбирали соперников. Дело в том, что все считают, что Минск для нас неудобный соперник. Но мы Минск обыгрывали, когда хорошо играем. Поэтому я хотел бы, чтобы мы этот матч провели на таком уровне, чтобы у Минска не было шансов. Ну, скажем так, если выбирать из тех, кто сейчас играет за кубок, кого бы хотелось? Вот вы смотрите за всеми командами. Какая команда, на ваш взгляд, сейчас в кубке послабее, кто посильнее? Ну, опять-таки, если брать какую-то историю, да, или если брать... Нет, не историю. Мы берем вот этот период, именно сейчас подготовка их. Их состояние в данной ситуации. Дело в том, что в начале чемпионата обычно хочется играть с сильными соперниками. Поэтому, ну и то, опять-таки, как можно их оценивать, если у нас в четвертьфинале был чемпион страны, а в полуфинале мы играем с обладателем кубка. Поэтому я думаю, что и там, и там нам попался один из самых сильных соперников. Вот, но это, опять-таки, это все общее. Самое главное в любом случае, в полуфинале там уже играют такие роли, я говорю, играет характер, играет организация игры. Там в большей степени соперник, он сейчас мало... Вы посмотрите, Динамоминск вылетел, вылетел Батэ, вылетел Гомель, дома проиграв Могилеву. Поэтому неожиданно. Поэтому здесь в кубках нельзя подбирать соперников. Ну, давайте тогда от кубка уйдем немножко и вернемся к чемпионату. Скажем так, начало было шокирующим. После такого красивого и интересного матча с Батэ, вот игра со Слуцком как-то привела в шок болельщиков. Что случилось? Ну, в этом надо разбираться. И мы уже и разбираемся. Но дело в том, что меня в большей степени шокировал не результат, а отношение к игре, как себе сама игра. Вот в этой связи хотелось бы привести пример. Я там в интервью сказал, что сейчас только понимаю, почему не так много болельщиков ходит на наши матчи. У нас была ситуация, когда мы еще с Химиком играли против Днепра Могилевского. И сыграли 2-2. Вроде бы там Днепр шел на первом месте, мы там где-то тоже вверху. 2-2 сыграв, мы играли настолько плохо, что к концу матча половина болельщиков, там было 12-14 тысяч зрителей, половина болельщиков встала и ушло. Мы потом в следующий год не проигрывали, практически ни одного матча дома не проигрывали, и не могли собрать полный стадион. Болельщики здесь не прощают плохой игры. И болельщики платят деньги, они приходят и хотят видеть шоу, хотят видеть интересную игру, хотят видеть страсть на этом поле. И когда ты этого не даешь мне, это больше всего, почему у меня интервью было эмоциональное, но оно было от сердца, оно было правильное, потому что я никогда не буду терпеть такого отношения к своим болельщикам, потому что мы играем ради них. Ну, скажем так, мне самой очень интересно, скажем так, как игроки оправдывались после матча, как они комментируют, что происходило на поле. Потому что такое ощущение было, что они просто вышли потренироваться. Вот со Слуцком, вот мы тут походим, погуляем, ну, поупражняемся, поразминаемся. Как они объясняют свое поведение? Ну, дело в том, что я хочу сказать, что это профессиональные футболисты. Почему я от них требую максимальной отдачи именно в играх? Мы не тренируем команду, мы готовим команду к играм. И в играх это должно быть максимальная отдача. Конечно, они хотели играть, конечно, они хотели все силы отдать. Почему это не получилось? Это в большей степени и нам, тренинским штабам, надо разбираться. Но то, что они были небезразличны, то, что они были шокированы сами после игры, то, что они сильно переживали за это поражение, это 100%. И у нас команда Гродненская, у нас команда с хорошими традициями, у нас хороший коллектив, поэтому они все были в шоке и все переживали за этот матч. Я думаю, что после таких матчей команда должна подниматься. Ну, скажем так, а не было ли это какой-то психологической недооценкой соперника? После того, как мы выиграли Баде, ну, что нам играть со Слуцком? Какой был настрой перед матчем? Так в том-то и дело, что мы предупреждали. Мы предупреждали, что футбол, он не прощает недооценки. Футбол не прощает, когда ты так относишься к игре. Поэтому, ну, значит, не нашли тех слов. Значит, все-таки то, что недооценка, это однозначно присутствовало. Но я хотел бы быстрее забыть этот матч. Мы его проанализировали, мы его обсудили. И я думаю, надо идти шаг за шагом, идти к нашим лучшим играм. Ну, я сама хотела уже перейти к следующему матчу. Игр много интересных, хороших. Сыграно, будет сыграно. Но самое главное – это матчи, которые играются дома. Матч с Нафтаном 11 апреля. Как бы такое время, матч перенесся. Как бы вот, может быть, сбился какой-то график подготовки. Как готовитесь? Чего ждать нам? Конечно, то, что перенесли матч, там получается через два дня на третий, через три дня на четвертый. Это хороший график игры. И вообще у нас не только с Нафтаном. У нас идет шестая игра, потом одиннадцатая игра, потом идет шестнадцатая, пятнадцатая игра и девятнадцатая игра. То есть у нас идет такой очень жесткий график игровой, но это нормальный режим, это игровой режим. Поэтому там надо только восстанавливаться, разбор игры, подготовка. Восстановление, разбор игры, подготовка. Поэтому тут, в принципе, все отработано. Ну, давайте, скажем так, состав уже играет, вот какие-то есть изменения. И такие, знаете, шокирующие изменения. Мы в аренду начали игроков раздавать. Болельщики очень сильно возмущаются, особенно по поводу Артура Бомбеля. Как такого перспективного игрока и почему мы его отдали? Дело в том, что, во-первых, мы в этом году начали отдавать в аренду по нескольким причинам. Первое, у нас в клубе, в команде появилась хорошая конкуренция. У нас есть конкуренция, где за место в составе надо бороться. Это первое. Второе, мы должны четко думать о будущем команде. И тот же Поздняк, тот же Алисейка, тот же Бомбель, они не будут развиваться, если будут выходить и играть по 15-20 минут. Вот поэтому мы отдали их в аренду для того, чтобы их вернуть назад. Но для того, чтобы они играли по 90 минут. Играли против мужиков, играли в первой лиге, играли полноценные матчи. И получали стопроцентную игровую практику. Поэтому те болельщики, которые возмущаются, они должны хотя бы логически проанализировать. 15-20 минут не даст ничего. Тренировки – это не основное. Основное – это игры. Поэтому они прошли полностью пресезонную подготовку. Они хорошо готовы, все эти футболисты. Поэтому здесь только надо им играть и доказывать, что они в состоянии вернуться в высшую лигу. Такая же история была, просто о ней никто не помнит. В том году мы отдали многих футболистов то же самое в первую лигу. Это и Дубай, это и Коско. Юзвович из дубля ушел тоже, первая, вторая лига. Они там проявили не очень хорошо. То есть они… Но это опять-таки путь в футболе, это этап в футболе. И в футболе надо доказывать, что ты можешь играть. Не в товарищеских матчах забивать, а забивать в официальных матчах среди взрослых команд, где есть соревнования, где есть соперники. Поэтому в этом отношении все сделано логично, все сделано по спортивным принципам. И все сделано для того, чтобы они вернулись уже играющими футболистами. Футболистами, которые приобрели игровой опыт. А это очень важно. Последуют ли какие-либо еще изменения в составе? Ну, уже последовали. Мы пригласили… Ну, вот, скажем, легионеров пригласили, отдали кого-то в аренду. Может, еще кого-то в аренду собираетесь отдать или взять? Нет, нет. У нас 23 футболиста. К нам из Лиды вернулся Коваленок Дмитрий, Дима Коваленок. Поэтому вот это один из тех футболистов, который, выходя на 15-20 минут, может нам помочь. В то же время, как молодым футболистам надо играть не 15-20 минут, то, что я уже говорил. Поэтому здесь все сделано очень, мне кажется, профессионально и по-спортивно. Ну, вы заговорили про Дмитрия, опередили мой вопрос. На прошлой неделе стало известно, что Дмитрий вернулся в состав команды. И тут же появились сообщения о том, куда же мы его берем, ему же за 30. Почему? Ну, во-первых, я уже об этом всегда говорил, что у меня нет паспорта. У меня футболисты подразделяются на две категории. Это хороший футболист и плохой. Они старик или молодой. Это неважно, ты можешь, как советский, играть и в 16 лет, в 17 лет в основном составе, а можешь и в 36 лет играть. Я в 39 лет закончил. И то я бы еще продолжал играть. То есть в 39 последний гол забил в высшей лиге. Поэтому здесь все зависит от того, как футболист готовит тебя. И поэтому чем опытнее футболист, тем он находка для тренера. Ведь можно приобрести все и можно научиться всему, кроме опыта. Опыт приобретается. Поэтому, тем более, это первый момент. Вторая ситуация. Он хорошо себя проявил в Лиде. Почему молодые футболисты, тот же Дубай, который был одним из лучших бомбардиров в дубле, почему он столько же не забил, сколько Кривобок забил, сколько забил Коваленок. Та же история по Кривобоку. Он хорошо отыграл в Лиде. Его забрали в Нафтан. Сейчас Нафтан в том году вытащил. Сохранил его прописку в высшей лиге. И в этом году начал забивать. Поэтому еще раз всем болельщикам говорю, ребята, подсоберитесь немножко. Футбол играет футболисты, а не возраст. А молодым футболистам надо развивать. Молодые футболисты должны играть. И доказывать, что они в состоянии бороться за место в стартовом составе. Раз заговорили про игроков, не могу не спросить, как же наш любимый капитан? Полностью ли он восстановился? Будем ли мы его каждый день, каждый матч видеть на поле? Все ли в порядке? Ну, все в порядке. Он полностью здоров. Единственное, что он еще не набрал максимально свои физические кондиции. Но мы за счет игр, за счет тренировочного процесса будем это поднимать. Но это стержнеобразующие футболисты. Поэтому чем раньше он наберет стопроцентное функциональное состояние, стопроцентное, тем будет лучше для всей команды. А он все в строю. Мы вот хотели узнать, что врачи говорят. Можно ли нам уже в полную силу пользоваться его и организаторскими способностями, и футбольными способностями? Врачи уже ничего не говорят. Он здоров. Все хорошо, замечательно. Сергей Витальевич, в конце нашего разговора, может, что-то скажете болельщикам? Прежде всего, я хотел бы извиниться за матч со Слуцком. И буду надеяться, что это был просто эпизод в нашей жизни. Знаю, что команда у нас гродненская, боевая. И играет только ради болельщиков. И хотел бы просто пригласить их на наши матчи. И чтобы они искренне нас поддерживали. Потому что поддержка команде нужна. Потому что футбол-то номер один в Гродно. Вид спорта номер один. Спасибо большое за интересную беседу. Желаю вам и Неман только побед. А мы, как всегда, будем болеть только за наших. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok